В октябре прошлого года в нашем репортаже мы рассказывали о проблеме водоснабжения в жилищном комплексе Восточная Европа. Жители жаловались на некачественную воду, которая не соответствует нормам. Проблема обеспечения нормативным водным ресурсом домов ЖК Восточная Европа нынешней администрации округа досталась как один из наиболее сложных по решению вопросов в сфере ЖКХ. Основная причина всех неприятностей, возникших в ЖК Восточная Европа – застарелая юридическая коллизия вокруг сбежавшего застройщика-собственника, фактически бросившего жителей на произвол судьбы. Администрации городского округа разгребать весь комплекс проблем приходится шаг за шагом. Об этом представители администрации еще раз проинформировали жителей на состоявшейся встрече в минувшую пятницу. Все вы знаете, что застройщик объявлен в федеральный розыск, соответственно, и бегает, и бегает где-то за границей. На данный момент его не поймали еще, не выловили, поэтому достаточно сложно оформлять какие-либо документы. Здесь есть представитель, у которого есть частичные функции по доверенности, но не в полном объеме. Для того, чтобы решить проблемные вопросы данной территории, необходимо было юридически оформить передачу земли от ее собственника. На вчерашний день мы этот вопрос решили. На следующей неделе, ориентировочная среда, четверг, представитель должен подписать договор о том, что он передает нам земельные участки, вот здесь вот, ну вот, начиная от котельной и все дальше. Соответственно, для того, чтобы мы могли выполнять работы и на водозаборном узле, и на вот этих очистных сооружениях. На встрече также отмечалось, что администрации округа в данный момент уже решены вопросы финансирования всего комплекса работ на этой территории. У нас отложены денежные средства для выполнения работ на водозаборном узле, порядка ориентировочно 40 миллионов, и на очистных сооружениях там порядка где-то 70-80 миллионов, поскольку очистные сооружения абсолютно не рабочие. Также Сергей Горячев сообщил, что специалисты Щелковского водоканала ведут бурение скважины. Мы дошли до глубины 60 метров, думали, что остановимся на первом горизонте. На первом водном горизонте вода с большим количеством железа, то есть, по сути дела, даже хуже, чем вот эта. Поэтому принято решение бурить скважину до второго водного горизонта, это ориентировочно глубина 130-160 метров. Сергей Горячев отметил, что все работы по водоснабжению будут завершены в этом году, и тогда в дома поступит вода, к которой у жителей не будет претензий. Работы на данный момент продолжаются. По бурению этой скважины мы будем бурить, исследовать эту воду, и, соответственно, после этого будем оборудовать новую скважину. Если вода будет соответствующая во втором водном горизонте, значит, оборудуем скважину, и будет у вас хорошая вода. На встрече с жителями обсуждались также вопросы, связанные с работой действующих на этой территории управляющих компаний. Отмечалась необходимость провести собрание собственников жилья и выбрать постоянно действующий актив и председателя домового комитета. Ситуацию в ЖК «Восточная Европа» держит под контролем глава городского округа Андрей Булгаков. Он лично отслеживает поэтапное выполнение всех необходимых работ. Следующая встреча с жителями намечена на начало сентября.